Приветствую вас. Смотрите, что все здесь следующее. Вообще, надо бы понять, как обиды у вас появляться, вследствие чего. Лично мне кажется, что здесь, вот именно конкретно, у вас, в вашем случае, обиды появляются как следствие от того, что вы чувствуете себя неполноценно, из-за того, что у вас там развелись родители и, соответственно, не было отца, с которыми я свободно общалась. Потому что вряд ли вы как-то лично с ним взаимодействовали и уже на основе этого у вас появился обид. Мне кажется, что обиды здесь появляются вследствие сравнивания себя с другими людьми. Понятно, что я могу быть не прав, понятно, что я могу ошибаться, понятно, что ситуации разные бывают и, может быть, вы всего не рассказали. Но, мне кажется, так, в первую очередь, так, дальше, значит, у обиды есть основание, то есть это болезненное основание, которое вы не принимаете в себе. И у обиды есть такой непрочитый ресурс, то есть вам обиду нужно выплеснуть, вам обиду нужно прожить. Это делается, собственно, на психотерапевтической сессии это делается, как право. Ну, вот эта обида проживает. Следующий важный момент – это то, что вы получаете от этой обиды. То есть то, что вы выигрываете от этой обиды. Ну, как правило, это перенос некоторой ответственности или части ответственности себя на отца или на любого другого виноватого человека. И, соответственно, это ведет к тому, что человек образует какие-то свои действия, какие-то свои поступки, какие-то свои состояния. В том числе неудовлетворенность чем-то. Вот это, словно говоря, если я чем-то неудовлетворен, вот, если мне что-то, словно говоря, не нравится, вот, то я буду винить, грубо-грубо в этом, кого-то. Другого, да, но не, там, ну, не условно. Не буду искать, как бы, в себе причин. Я не буду смотреть, что я могу сделать. Обиды позволяют бездействовать, оправдывать какие-то болезненные, неудобные моменты и, как бы, ничего не делать дальше. У обиды есть позитивная такая история. Вот три основных элемента обиды. Три основных элемента обиды, на которые, мне кажется, нужно вам обратить свое внимание. Если, конечно, вы, на самом деле, хотите что-то решить для себя. Вот, ну, я имею в виду, если вы действительно хотите избавиться, там, от каких-то своих ощущений, да, от каких-то своих чувств на гостюлях. Вот, если хотите, то нужно смотреть вот в эту сторону. Как, 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 вот, если хотите. В остальном, как, ну, как мне кажется, это невыраженный ампет ваш, просто. То есть, как бы, ну, невысказанный, невыраженный ампет, то, что вы, сам, 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 себе запрещаете выражать. То, что вы, сам, себе, не пополняете выражать. Вот. Так это, мне кажется, сейчас. Поэтому смотреть, конечно, вам в этой ситуации, да, что делать. Но мне кажется, оптимальным таким вариантом было бы поработать с психологом и ваши проблемы так постепенно решить, я бы так сказал. Конечно, если вы хотите этого, вот как-то так. Давайте, наверное, на этом закончим пока что, да. Вот, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, вы для себя какие-то выводы сделали, писали, размышли, получили. Вот. И буду благодарен вам за отклик на мой ответ. Это может послужить началом вашей работы над собой как раз, да. То есть, как бы, это может послужить началом психотерапии. Это может послужить началом, вот, ну, работы вашей над собой. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Будем на ответ. Спасибо. Спасибо.